КАРЛАН Хорошо Меня зовут Ольга Харлан Я фехтовальщица саблистка Я родилась в городе Николаеве Это на юге Украины Такой портовый город Люди добрые Как и во всей Украине Я переехала два года назад в Киев Я переехала в 2017 году После Олимпиады в Рио Я решила, что В Киеве Больше возможностей И это больше комфортно Потому что мы всегда прилетаем В Киев после соревнований Я скучаю за Николаевом Но, конечно, Николаев Никак не сравнит с Киевом Потому что он меньше Не такой красивый Я люблю этот свой город За то, что там Мои друзья, моя семья Я там родилась Я там выросла И очень много воспоминаний Я Начала ходить очень рано Восемь месяцев И мою энергию Нужно было куда-то направить Мои родители направили ее в спорт Сначала в танцы, потом в фехтование Потому что моя сестра Начала заниматься танцами Мне было 9 Когда меня отдали на танцы И Олька там подросла И ее тоже туда же отдали Она всегда для меня была примером Была, почему была? Есть! Она всегда для меня пример И тогда была тоже Поэтому я всегда ее хотела В чем-то скопировать Танцы у меня закончились в 14 А у нее, получается Она пошла на фехтование Я помню 10 сентября Я пошла на первую тренировку И вот уже почти до 20 лет И первый такой серьезный результат На чемпионате Украины по И, наверное, тогда они уже начали понимать Что это более серьезно для меня И, наверное, когда я уже принесла Первую зарплату домой Мне было 14 лет Родители работали на заводах В плане того, что В плане финансов Было достаточно тяжело И вот когда Пошел результат И я начала принесли какие-то деньги И вот таким образом Мы стали Чувствовать себя лучше Я безумно благодарна своим родителям За то, что они В какой-то момент они все-таки Отдали меня на фехтование Да, я им благодарна за это Очень сильно Ну и Оля, она в этом плане Очень... Она не думает, что что-то там Ее, у нас семья И мы друг другу помогаем Когда, видимо, она попробовала Вкус победы Что, ну Ей мало всегда Добро пожаловать в мою квартиру В мой дом Это кухня Я кушаю Обычно Но я тоже кушаю и здесь Это гостиная Мне очень нравится Потому что это... Она светлая Ну, давайте я вам покажу Там, где медали Она еще не устроена Как бы я хотела Но здесь Большинство медалей Которые, конечно, большая часть Находится в моем родном городе Там, где живут родители У меня есть Две бронзы С Олимпийских игр Одно серебро Олимпийских игр Одно золото Олимпийских игр У меня есть Пять золотых медалей В индивидуальном Чемпионат Европы Две золотых медалей В командных Чемпионат Европы Четыре индивидуальных Золотые медали Чемпионата мира Две золотые медали В командном первенстве Чемпионата мира И 11 раз я была спортсменкой месяца, и я думаю, что раза 3-4 я была спортсменкой года. Но я решила сказать, что я хотела 5 олимпиадов, на least на 5 medals. Кумир была и будет, всегда есть, это Морелли Загунис. Она была выиграла свою первую олимпиаду, мне было 14 лет. И я тогда еще в сборную не попадала. Я была... Блин, вот это она молодец. Я не знала, кто она такая. Потом мы поехали на Олимпиаду в Пекин, и она там выиграла. И я была на том финале, когда она фехтовала, и я была так за нее рада, что я тоже плакала. То есть она плакала от счастья, и я плакала от счастья. Она фехтовала как богиня, да, наверное. Я не знаю, я никогда такого фехтования не видела. И потом через три дня мы выигрываем Олимпийские игры. С командой Америки мы фехтовали за вход в финал. И мы их выиграли. Я поняла, что с Олей будет толк, когда они выиграли на Олимпиаде в Пекине золото. Это было неожиданно, это было невероятно. В следующий день я купила газету с Олей на первой полосе. И это была, да, гордость, и я поняла, что звезда родилась. После Пекина 2008 года, когда мы выиграли золото, это был такой, как всплеск, я не знаю, взрыв, потому что трансляция была по всей Украине, и люди до сих пор мне пишут, спустя 10 лет, 11 уже, люди пишут, что они помнят это. То есть все вот это, популярность, популярность пришла большая. Я начала подготовку в Токио уже сразу после Рио. Решение такое, что еще один олимпийский цикл. К самим соревнованиям нужно готовиться уже как бы поближе. Но я думаю, что к Олимпиаде нужно готовиться больше, ну, конечно, физически, это стопроцентно, но и морально. Подходить к этому, к самому главному бою, к самому главному дню. И поэтому это, наверное, больше психологический такой накал. Скорее всего, я бы сказала, что я мощная. Ну, наверное, мощная, да, потому что я могу быть быстрая, и в атаке, когда я в атаке, со мной сложно иногда. Если я, вот, я как поезд, я не вижу, вижу цель, не вижу препятствий, то есть со мной в этом тяжело, я думаю, что вот я, мощность. Как говорят, что на дорожке Оля быстро принимает решения, то и в жизни я могу сказать, что Оля очень решительная, и она всегда знает, что она хочет, и в основном она это получает. Это какая-то, не знаю, жажда вот этой победы, жажда быть лучшей. Я, мне кажется, да, я счастливый человек, потому что у меня есть эти люди, у меня есть прекрасные друзья, которые всегда меня поддерживают, у меня есть прекрасные две крестные дочери, которые вот сейчас растут. Когда мне нужна поддержка, когда мне плохо, я знаю, к кому пойти. Не хочется останавливаться на этом, на достигнутом, и я хочу еще больше, я хочу больше золота, больше медалей. Я хочу, чтобы я себя чувствовала сытой, наверное, так сказать, сытой, потому что после Рио я была немножко голодна. Для меня фехтование ради славы значит, что я фехтую для того, чтобы достичь какой-либо цели. Ну, то есть для меня, когда я достигну цели, вот это будет слава. Да, как все думают, знают, наверное, мне не хватает только золотой медали в личном. Но на самом деле, да, конечно, мне ее хочется, очень сильно хочется. Да, конечно, смотреть, когда я маленькая, и вот выросла я, тогда я не знала, что у меня будет такая жизнь. Это хорошая история, мне кажется.